Альметьевская женская консультация вновь готова принимать новых пациентов. Капремонт, продолжавшийся полгода и обошедшийся бюджету в 43 миллиона рублей, преобразил здание до неузнаваемости. Здесь закупили новую лечебно-диагностическую аппаратуру, оборудовали хирургический кабинет и комнату подготовки к родам. Работать консультация будет по стандарту дружелюбная поликлиника, а значит условия для будущих мам должны стать еще комфортнее. Я являюсь доктором неанатолком, заведую отделением новорожденных и в этой школе счастливых родителей мы обучаем наших будущих мам к уходу за ребенком дома. После осмотра медучреждения Рустам Миниханов прокатился на общественном транспорте. Перевозить жителей Альметьевска теперь будет троллейбус с говорящим названием «Мегаполис». Низкопольный, с большой вместимостью, к тому же он способен до 15 километров проезжать в автономном режиме, а значит у города появилась возможность пустить транспорт и по тем улицам, где нет троллейбусных проводов. Аккумуляторы какие? Китайские? Российские летели. Российские? Российские. Сегодня троллейбус довез гостей до главного офиса компании «Татнефть». Там состоялось открытие скульптуры «Каракюз». Это работа известного бурятского скульптора Дашина Мдакова, дань памяти женщине-защитнице Волжской Булгарии, а теперь еще и один из символов Альметьевска. Другой символ – нефтяная капля – уже несколько десятилетий обеспечивает городу процветание и благосостояние. Об этом говорил Рустам Миниханов, поздравляя работников нефтяной и газовой отрасли с их профессиональным праздником. Каждым годом город становится краше, каждый раз мы видим какие-то изменения. Сегодня тоже, не исключение, прекрасный парк, троллейбус. Вот здесь уникальное такое место, где будут приезжать не только Альметьевс, Альметьевский район, но и гости. Праздничная программа в Альметьевске продолжалась весь день, а главным событием стал концерт с участием групп ДДТ и «Звери». Андрей Шульга, телеканал «Эфир». «Онne Rio!» «Ну да!»